Гибель на учениях, диверсия на железной дороге и взрыв в избирательном штабе. И все это в Харьковской и Днепропетровской областях. Подробнее Владимир Нечапуренко. ЧП в Кривом Роге. На полигоне местной танковой части один военнослужащий погиб, еще один ранен. Военный городок полон слухов. На стрельбах вроде что-то взорвалось. Говорят, что снаряд застрял в этой стволе и разорвался. Это то, что мы знаем. Случившееся военные не комментируют. Поэтому подробности трагедии стали известны из неофициальных источников. На полигоне во время учений наводчик выстрелил из гранатомета АГС-17. Снаряд разорвался ближе, чем ожидалось. Один военнослужащий, ему 35 лет, погиб на месте. Еще один получил легкие ранения. Военная прокуратура проводит расследование. Проводится досудовое расследование. Проводится так уж выбухотехничная и баллистичная экспертиза для установления обставин подеек. А в Харьковской области этой ночью произошел взрыв на железной дороге. Взорвана часть железнодорожных путей. ЧП произошло неподалеку от поселка Коломак. Взрывное устройство сработало, когда по рельсам ехал грузовой поезд. Машинист успел затормозить. Никто не пострадал. Великих масштабов не было. Машинист успел отреагировать на этот выбор. Пошкоджена невеличкая количество железнодорожных и электрических мереж. Порушено криминальную справу за статей 113 диверсия. Будут ли найдены и наказаны виновные? Большой вопрос. Правоохранители заняты совершенно другими делами. У нас данные очень нехорошие. Вообще, со всей страны мы знаем, что сегодня взорвали в Харькове железнодорожное полотно. Что кидали гранату в кривом роге. Я видел, что происходит в Николаеве. Видел, как нагнетается обстановка. Когда министр внутренних дел, вместо того, чтобы заниматься своим делом, готовится к выборам, то возникает вот такая ситуация в стране. Создается такое впечатление у всех, что готовится к какой-то либо масштабной фальсификации, либо срыв выборов. Потому что, как бы, все эти преступники безнаказаны. Это невозможно. Люди очень боятся. Правительство должно либо признаться, что оно ничего не может, либо прекратить насилие на улицах. Еще одно происшествие в Кривом Роге. Там совершено нападение на офис штаба блока Порошенко. Неизвестные бросили через забор пакет со зальчаткой. Рвануло в нескольких метрах от здания. Осколки полетели в фасад. Никто не пострадал. Как будут расследоваться все эти преступления, и когда будут раскрыты окончательно, остается только ждать. Владимир Нечупыренко, Вадим Нечитайло. Подробности телеканал Интер.